Просто придумали какой-то закон, по которому всеми их авторскими деньгами будет управлять специальное подразделение, которое они прямо сейчас вот тут и создадут. Это было удивительное время, потому что объявили по заседанию городской думы московской, я помню это отлично, туда пришли большие люди Кобзов, Говорухин. Макс пришел с несколькими бумажками, вот с двумя, которые он сам составил, и спокойным голосом на безуплечном одновременно юридическом и одновременно русском языке, чего не бывает в принципе, всем было все понятно. Он их размазал по стенке. Вот после его выступления, председатель сказал, ну что, вопросы есть, вопросов нет. Вопрос был закрыт. Я просто был поражен. Про вся сторона говорить не буду. Ну, во-первых, я хочу, Андрей Вадимович, выпить за твое здоровье. В отличие от предыдущих выступающих, я сначала выпью, а потом выступлю. Ну, что-то скажу. Он пока пьет, это было второе мое предыдущение, я его пригласил в Смак. Я вам скажу без ложной скромности. Я вообще человек пивщий, и я хорошо держу удар, честно. Тьфу-тьфу, пока. Поэтому в Смаке водку наливали не искусственную из воды водопроводной, а настоящую. Макс пришел, и пока он рассказывал, что он собирается делать, мы уже выпили ручки по четыре. Я чувствую, что у меня все хорошо, но я сейчас немножко поплываю. Этот собак стоит, понимаешь? И еще, но он зверев. Это еще один повод для восхищения, честно. Да, но, безусловно, сейчас Алла волнуется, потому что она-то знает, что я люблю выпить. Ну, Андрей Вадимович, ну это праздник сегодня. Зато не бабник. Не, ну мы дружно, вообще мы хорошо живем. И нам очень нравится Израиль, потому что, ну тут Миша уже сказал про Израиль. Мы не все еще знаем, не все слова. Иногда Алла просит, ну когда жарко, включить газман. Алла его включили, не там уже его, никак, остановиться не может. Конечно, я так давно шучу. Я впервые, кстати, вот с таким шнуровым микрофоном. Это один из основных признаков стендап-комедия, потому что они модные такие. И я сегодня вообще постарался, Андрей Вадимович, для тебя быть модным. Потому что я-то вообще... Когда ты мне был, а? Не-не-не-не, я такой, ну, вот по одежде, ну, стартер вообще. Ну что ты, я... Ты говоришь, Вердинский, я... Я случайно на нем тоже вырос, хотя казалось бы, не должен был, в отличие от тебя, за старт. Понимаешь, и вот этот... Горобли, айкари, бухты, привезли тропические фрукты, привезли узорчатые ткани, привезли мечтогон... Ну, когда Игорь Северянин, он пел. Классный певец, знаешь, и я... Даже не важно, что он пел, правильно? Что он удачно эмигрировал. Внизная ошибка, он вернулся. Вот, значит, нам надо учиться у Вердинского. Не обязательно возвращаться. Уже построил бомб, много делаешь. Можно наладиться. Ой, конечно, я тебе хочу сказать... Страшно эта фраза, я на тебе вырос, ужасно. Я ее не говорю, вот это ужасно, я на тебе вырос. Сколько людей к тебе подошли, некоторые из них уже умерли, которые тебе говорили, что они на тебе выросли. Самое ужасное, что мне 47 уже ко мне подходит, я на вас выросла, я на вас вырос. Понимаешь, я бы думал, сегодня такой праздник, такой юбилей, о чем говорить, о чем говорить, что сказать, чтобы не быть банальным. Я решил, знаешь, давай поговорим о молодом поколении, вот о тех, вот юных, которые уже не на нас выросли. Вот, ну, те вот эти люди, которые вам помогли сохранить электронные билеты в телефоны. И еще долго вам объясняли, как их открыть, но вы все равно распечатали. Ну ты, стой, 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 понимаешь, у меня идеальный возраст, чтобы корректировать других, в 47 лет. Это, я еще успешнее, пока адекватный, на тебя равняюсь, слушай, в 47 лет. Это возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал. У нас совсем другое время было. Ты вспомни наше время. Ну я говорю, наше время, потому что, слушай, примерно тот быт, который застал ты, который застал я, он не сильно разнился. Это правильно. Он не сильно разнился. Вот я сейчас Гарику, нашим детям, Салве, Гарику, Лизе, пытаюсь объяснить, когда они мне говорят, нам скучно, нам нечем играть. Им нечем играть, господи, у них сейчас эти айподы, айфоны, айроботы. У нас с тобой был только айболит. Больше ничего. Как ему объяснить, что в наше время нечем было играть, когда у меня одно из основных развлечений было перед обедом, ну когда я садился есть бульон, соединять маленькие кружки жира в один большой. Это же наша была игра. Слушай, ты меня напомнил, Саша, это поражение. У меня это выпало, из памятника. Но это было. Представляешь? В детском саду это было. Когда у тебя что-то выпало, ты не забил. Не, ну здесь не бульон. Представляешь? Как объяснить? Сейчас куда не пойдешь, господи. Куда не пойдешь? В гостинице, в торговом центре, детская комната там, детская комната с аниматорами. В нашем с тобой детстве детские комнаты были только в отделении милиции. И рождались эти песни великие, которые ты написал. Представляешь, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнулся и погнулся. Ни хрена, он не прогнулся. Но мы с тобой нашли страну, которая не прогибается. Это же клево, понимаешь? Ну, и торчит. Не, ну правда. Не сошел с ума. Не сошел с ума. Слушай, я время от времени имею несчастье читать твиттер Илона Маска. Чем больше я читаю, мне полное ощущение, что он отец Грэд и Тунда. Слушай, мы с тобой такие уже, ну, плохое слово, ну, мы там уже пожили. Даже я застал настоящего Путина, ты представляешь? Да, я его помню, совершенно был другой человек. Песков же проговорился, уже сказал, что во время атаки дронов на Кремль ни один Путин не пострадал. Я вчера видел эту прямую линию, понимаешь? Я так понял, что у него оппозиционное, так сказать, мероприятие. Кривая линия Александре Маконевича. Белого. Если бы ты его не позвал, его мы не сделали агентом. Ты понимаешь? Мы это за разные дела. Вот. И, в общем, конечно, я вчера смотрел, да. И я бы думал, если это двойник, понимаешь, и если их много двойников, они же, ну, их же где-то вместе держат. Гряд ли им дают разбредаться? То есть... Я просто подумал, что здесь такое место под Москвой. И они там все вместе, они завтра спускаются, где-то, где-то, где-то. И тот, с которым ты встречался, и тот, с которым ты. А, нет, мы с кем встречались, да. В общем, я тебе так скажу. Нормально, нормально. Я тебе могу сказать. Мы с тобой, слава Богу... Слава Богу, вы с тобой, как вы из вас, приличные люди. Я думал, мы нормальные. Но так как нас вообще мало, я тебя не наливаю, потому что еще лайва выйдет. Вот. Я подумал. Ну, подожди, ну, подожди. Ну, Аллося, ну, я хоть... Наконец-то вырвался с плен. Да. У нас же были варианты, куда уехать. Честно вам скажу, вот сейчас. По пьяни скажу, у нас были варианты, куда уехать. Нет, конечно, проще всего было, вот как мы уехали. По моей маме в Израиль. Моя мама никогда не скрывала ни о своего еврейства. Никогда. Куча документов сохранилась, куча. Паспорт, тезеркало. Надо в зеркало посмотреть. Подожди, в Италии говорят, что я их. Нет, ну, конечно, с годами, фу, это все. Все больше похож на Вольфа Бенгомейсинга. Но в юности, ну, слушай, в юности я тоже как ты был немножко, Анжело Дэрис. Вот. Короче говоря, ты понимаешь, были варианты. Либо по маме в Израиль, либо, кстати, в Литву. Там живет отец старшей дочери. Вот. Хороший мужик. Честно, скажу. Хороший. Мам, ты знаешь, он на все мои концерты ходит. И в Паланге, когда я приезжаю. Ну, правда. Это единственный наш муж, которому нет претензий. Алла тоже пыталась найти еврейские корни. Ну, еще до того, как все это случилось, до того, как началась война, она пыталась найти еврейские корни, потому что родственники ее очень хорошо, ну, там, ведь это муся твоя, да? И все готовили так форшмак, кефилт и фиши. Алла говорит, ну, не может быть, не может быть, это на пестом месте. Не может быть. Ну, и Алла, ты знаешь, прекрасно готовит. И в том числе еврейскую ашкеназийскую кухню. Не израильскую, а вот не израильскую, а вот, ну, ту ашкеназийскую. И ты знаешь, и в какой-то момент Кристина говорит, мама, плюнь. Ну, сейчас же это модно. Плюнул. И там они в Америке, они как-то определяют. Ты понимаешь, я не знаю, вроде плюнул, как все. А это какой-то, когда, никаких обстоятельств. И, представляете, не капли еврейской крови у Пугачева. Несмотря на то, что Талызина за это получила деньги. Фаб, вот. В минус. Я не знаю, вообще не капли еврейской крови. Я сейчас закончу, поверь мне. Вместе с Чиносом закончу и я. Короче, ты понимаешь, не капли. Наполовину русская, наполовину поляльчиков. В тот же пакет, правда, плюнул Филипп. Я не уполномочен говорить об основном процентаже. Это может разрушить миф о болгарском происхождении. Но! На 2%... Я требую вас секрету скажу, пока никто не слышит. Знаешь, на 2% Киркоров кто? На 2%? На 2%? Никогда не догадаешься. Как сказал бы Задон, я не знаю, что сейчас с вами будет. Наберите воздух в уроке. Филипп на 2% североятный. Американский индейец. Вот откуда перья все идут. Вот откуда традиции вот этих глазах перьях выйти в дни. Понимаешь? Чистый шаман. Ну, не тот, который сейчас в наружном смысле. Ну, и в хорошем тоже. Один приличный шаман сидит. Короче, говоря. Дорогой Андрей Владимирович, что тебе сказать? Конечно, нам тут непросто в Израиле по части языка. Ты понимаешь? Я не привык. Ну, когда я с Аллой ходил в церковь, я привык, что в Старославянском и Старославянском опускают гласные. Ну, не настолько, чтобы их опускали. Чтобы некоторые согласные становились гласными, ты знаешь. Это, ну, мы учились. У нас впереди интересный путь. Я бы сказал, что это конечная станция. Ну, в другой станции. Неплохое место, чтобы остановиться. Отлично. Море рядом. Понимаешь? Да и вообще. И главное чувство юмора. Вот эти... Злые... Вот эти студенты Гарварда, которые выходили... Ну, вот это... Фромдер Ривард, Поза Сиболи. Наш один еврей вышел. Ну, когда они кричали вот это... Фромдер Рива, Туза Сиболи, Поза Сиболи, Буфей. Наш вышел один. Ну, наш. И говорит, от Парижа до Находка. Омска лучшие колготки. Короче говоря. Значит, смотрите. Мне подает знак, что концерт может сорваться. Ребята, с самого начала юбиляр... Ну, я обозначу. Подожди. Это же не Лазарева. Выпей немножко. Значит, моя жена обозначает, что концерт может сорваться. Но это не концерт. Это встреча дорогих друг другу людей. Понимаете? Смотрите. Конечно, если бы до меня бездарно выступили бы Семен Слепаков, Михаил Шаф, Вайсман. Ты Вайсман? Извини, я не Талызина, но... Если бы они выступили бездарно, я бы не пил. Но я понял, что я не выдержу конкуренции с этими безусловными талантами. Поэтому я присоединил к своим врожденным способностям эффект алкоголя. И ты посмотри, как прошел. И ты знаешь, что самое главное в этом случае... Сейчас я выпью и их скажу. Нет, она не запрещает мне пить. Так. Самое главное в этом успехе — уйти не наебнувшись. Спасибо! Светлели! Спасибо! Спасибо! Спасибо!